Приветствую всех дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому не забудьте досмотреть его до конца и поддержать 5 нм лайком. И с вашего позволения я начну с видеокарт, показатели которых падают. Если верить статистике John Paddy Research, то в первом квартале объемы поставок графических решений для ПК сократились на 6,2 процента до 96 миллионов штук по сравнению с прошлым кварталом. Если же сравнивать с первым кварталом 2021, то падение и вовсе составило 19%. Согласно отчёту, количество отгруженных Intel в первом квартале встроенных и дискретных карточек последовательно сократилось сразу на 8,7 процента. В случае с AMD снижение составило 1,5 процента, а вот Nvidia смогла продемонстрировать рост на 3,2 процента. Если же рассматривать рынок графики в целом, то в первом квартале прошлого года Intel контролировала 68 процентов рынка, а по итогам первого квартала текущего года может держать только 60. Но тут отдельно стоит напомнить, что в учёт берётся абсолютно вся графика, которая у синих в каждом CPU. Nvidia, у которой нет строек, за год увеличила свою долю с 15 до 21 процента, прибавив пару процентных пунктов и в последовательном сравнении. Компании AMD удалось с четвёртого квартала нарастить целый процент, и за ней уже 19 процентов рынка. Если же брать чисто дискретные видеокарты, то преимущество конечно остаётся на стороне Nvidia, а позиции AMD начинает теснить компания Intel. На данный момент известно, что пока Intel не поставляет дискретки в настольном сегменте, зато в мобильном она начала снабжать ими своих партнёров ещё в четвёртом квартале прошлого года. Тогда компания могла претендовать на 5 процентов рынка дискретной графики, но к первому кварталу доля сократилась до 4 процентов. В первом квартале прошлого года AMD и Nvidia делили рынок в соотношении 81 к 19, но в четвёртом квартале Intel начала поставки дискретной графики для ноутбуков, отняв 1 процент у AMD и чуть более трёх у Nvidia. По итогам же первого квартала этого года зелёные смогли удержать позиции на уровне четвёртого квартала, а вот AMD уступила Intel ещё 1 процент. Ещё специалисты John Padere Search утверждают, что события этой весны окажут угнетающее влияние на спрос на видеокарты. Однако по итогам этого года рынок всё равно вырастет на 2-3 процента. Из мира материнок прилетели довольно приятные новости про цены будущих материнских плат с сокетом AM5. В частности, платы на чипсете A620, который AMD пока не представила, будут стоить менее 100 долларов. Средние платы на основе B650 будут лежать в пределах от 150 до 230 долларов. За модели на основе B650E и X670 попросят от 250 до 350 долларов, а платы для энтузиастов будут оценены от 300 до 500 долларов. Такие цены были озвучены компанией Gigabyte, у которой очень большой ассортимент плат, так что по ним можно ориентироваться и в целом. Отдельно стоит отметить, что платы на B650E и на X670 имеют примерно одинаковые цены, так как B650E получит больше слоёв печатной платы для PCI-Express 5.0. Но на самом деле пока сложно сказать, какие именно платы на X670 получат поддержку PCI-5 для видеокарты, поэтому с этим ещё только предстоит разобраться. В целом же цены на платы не сильно-то и кусаются, однако потратиться при переходе на AM5 придётся именно на память DDR5. Да и кстати, платы на B550 сейчас реально стоят недорого, поэтому сборки на AM4 ещё очень долго будут актуальны. А ссылочку на B550M Aorus Elite я оставил в описании под роликом. В базе данных Geekbench появились данные о производительности загадочной видеокарты Xioxin под названием Glenfly Arise 1020. Видеокарта испытывалась в составе системы с процессором Kaixian компании Xioxin и материнской платой от того же производителя. А результаты испытаний видеокарты выглядят довольно странно и она либо очень слабая, либо Geekbench не смог с ней нормально работать. Китайская графика набрала всего лишь 579 баллов, когда даже GTX 1650 набирает в том же тесте около 38 тысяч. Сама видеокарта Glenfly имеет на борту 24 вычислительных блока, а также 2 ГБ памяти. И такая конфигурация вообще никак не вяжется со столь низкой производительностью в тесте. Наиболее близкой по быстродействию с Glenfly Arise является встроенная графика Radeon HD 6480G процессоров AMD начального уровня из 2011 года. Если же сравнивать с более современными решениями, то китайская новинка оказывается примерно в 20 раз слабее встроенной графики Vega 11 из Ryzen 5 3400G или примерно в 60 раз слабее дискретной GTX 1060 на 6 ГБ. Банк России изменил свою позицию по майнингу криптовалют, а также использованию цифровых денег в качестве средства платежа. Центробанк допустил применение криптовалюты для платежей за пределами РФ, а также во внешней торговле. Об этом сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности. Напомню, что раньше Банк России выступал за полный запрет на проведение любых операций с криптовалютами на территории России из-за риска для финансовой стабильности страны. Министр торговли США Джина Раймонда заявила, что глобальная нехватка полупроводниковой продукции не улучшится в следующем году. Посетив Южную Корею, она созвала руководителей компаний, в том числе лидеров производителей микросхем, для обсуждения дефицита. И все они согласились, что мы не увидим никакого реального облегчения до 2023 года, а ситуация возможно улучшится в начале 2024 года. Министерство экономики Тайваня опубликовало список высокотехнологичной продукции, экспорт которой запрещен в Россию и Беларусь. Как поясняет портал DigiTimes, Беларусь попала под санкции ради исключения сотрудничества с РФ в сфере обхода предложенных ограничений. В итоге поставки полупроводниковой продукции в обе страны с Тайваня запрещаются, если чипом достигается уровень быстродействия 5 ГФ и выше. Либо же арифметическое логическое устройство имеет разрядность 32 бита и выше. Второе условие, если тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц. И третье запрещает, если один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 2,5 Мбайт в секунду. Дополнительно в Россию и Беларусь запрещается поставка микросхем, имеющих более 144 контактов. Кроме того, с Тайваня нельзя будет поставлять оборудование для оптической и рентгеновской литографии, которое используется для производства микросхем. Крупные поставщики готовых компьютеров вроде Dell и Hewlett Packard, как и многие другие компании, решили прекратить поставки продукции на российский рынок. Оба производителя являются публичными компаниями, а поэтому они не постеснялись рассказать своим акционерам, что принятое решение вынудит их проститься примерно с одним миллиардом долларов в каждом случае. Именно в такую сумму представители Dell несколько дней назад оценили потери от ухода с рынка не только России, но и Украины. Если ориентироваться на показатели выручки прошлого года, то для Dell эти потери не превысят 1% годового объёма полученных на мировом рынке средств. Конкурирующая же компания Hewlett Packard упоминала тот самый 1 миллиард долларов упущенной выручки только в привязке к российскому рынку. Однако прошлогодняя выручка компания не превысила 63,5 млрд долларов, поэтому в данном случае доля российского рынка оказалась около 1,6%. Кстати, Nvidia тоже оценила свои потери от ухода с российского рынка, и это всего 2% годовой выручки в целом и 4% профильной выручки от реализации игровых решений. Ну а поддержать финансово таверну новостей в это нелёгкое время вы всегда можете подпиской или донатом по ссылкам в описании. Я же как всегда говорю огромное спасибо всем кто поддерживает ролики лайком и копеечкой. Еще больше новостей как всегда есть в моем телеграм канале и группе в ВК. До новых встреч, друзья.